Битва хоров ко Дню Победы в минувшие выходные в столице Республики. Якутская епархия Русской Православной Церкви совместно с Министерством профобразования Республики и Государственной Филармонии Якутии провела фестиваль-конкурс студенческих хоров «Песни Победы». Подробности певческих баталий у Афанасия Николаева. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами песню запою. Церковные песнопения и репертуар группы «Любе» на сцене хор студентов пастырского отделения Якутской духовной семинарии. Совместно с преподавателем Татьяной Мазур семинаристы организовали ансамбль только в прошлом году. Но уже на первом серьезном конкурсе «Песнях Победы» они смогли дать фору профессиональным коллективам и завоевали гран-при фестиваля. Если честно, для меня это как-то даже удивительно, потому что мы как-то переживали, потому что наш коллектив можно отнести к любителям. Потому что ребята есть, которые поют в хоре, они даже музыкальной грамоты не имеют. То есть они не знают ноты. Ну, вот это, наверное, какое-то желание, оно как-то дает большие такие плоды старания. Кроме семинаристов, в фестивале приняли участие коллективы из высших и среднеспециальных учебных заведений республики. Разумеется, репертуар у всех один – «Песни Победы». Но цель фестиваля – это не только патриотическое воспитание. Я знаю, что хоровым пением Якутия всегда славилась. Хоровое пение, ну, до определенного, очень сложного периода, последних лет 90-х годов, находилось на высоте. Организаторы конкурса уверены – хоровое пение должно развиваться в регионе. И, возможно, хоровой фестиваль «Песни Победы» станет ежегодным. Афанасий Николаев, Дмитрий Сергучев, НВК «Саха», Якутск.